Девушки отдыхают Сегодня наш журнал будет посвящен только удивительному и необыкновенному. Итак, смотрите. Торговля кавказскими фруктами Каландадзе. Вот так выглядела в далеком 1905 году витрина маленького московского магазина. Сохранилась фотография Каландадзе. Это ему, рабочему грузчику из Баку, поручила молодая партия большевиков играть роль хозяина. Все здесь было на первый взгляд обычно. Здесь он жил. И контора его была. Здесь же, рядом. На самом виду был и люк в подвал, в котором хранились запасы фруктов. Только не знала царская полиция, рыскавшая по Москве в поисках революционеров-подпольщиков, что есть в подвале фруктового магазина еще один подвал, замаскированный, тайный. Холодно, сыро было здесь и очень тесно. Помещались только типографская машина и двое печатников-революционеров. Вообще их было четверо, а работали они по очереди. Работали по два часа, не больше. Просто не хватало воздуха. Партия большевиков говорила с народом голосом листовок и газет. Товарищи, рабочий класс восстал на борьбу. И сейчас еще стоит этот дом на Лесной улице в Москве. Дом, в котором и сегодня мы можем прочесть одну из страниц истории нашей партии. Надеюсь, я не опоздал. Ну, что у тебя? Бот. А что это такое? Здесь изображен звук. Как звук? Очень просто. Звук. Очень просто. Звуки этой скрипки можно записать на нотной бумаге, на ленте магнитофона, на звуковой дорожке фильма. А можно увидеть эти звуки на экране. Сейчас эта скрипка не просто играет. Она работает на науку. В этой лаборатории с помощью электронно-вычислительной машины получают цветное изображение звука. Трудно что-нибудь понять на этих картинках. А вот специалисты читают их так же легко, как музыканты ноты. Дело в том, что глазу человека такое цветное изображение звука дает наиболее полную и точную его характеристику. Электронная память сохранит изображение звука. Потом можно будет укрупнить любой участок этого изображения и внимательно его исследовать. А сейчас мы в машинном зале ТЭЦ. Как услышать в общем куле голос отдельного агрегата? Звук, превращенный в картинку, позволяет сделать это. Он позволяет, не разбирая агрегат, заглянуть в него и даже понять, не пора ли его вставить на ремонт. Ученые называют это методом безразборной диагностики. Многое способен рассказать человеку звук, если только сделать его видимым. И еще один удивительный рассказ о науке. А что тут удивительного-то? Обыкновенный тритон, ничего особенного. Грубая ошибка. Прошу смотреть внимательно. Это совсем не тритон. Хоть и похож на него. Это сибирский углозуб. Увидеть его зубы трудно, даже если раскрыт рот. Зубы у него расположены глубоко и в самом деле под углом. Поэтому и зовут его углозубом. Вообще-то углозубы живут на берегу. А вот икринки откладывают только в воде. Малыши сначала совсем не похожи на родителей. Это потом уже они вытянутся до 25 сантиметров. Причем хвост будет ровно в половину их длины. А вот сейчас и начнется самое удивительное. Однажды на Чукотке нашли кусок льда. Огнем мёрзшего углозуба. Учёные сделали анализ. Выяснилось. Возраст этого льда почти 100 лет. Значит, углозуб замёрз ещё в прошлом веке. Лёд растаял. И сенсация. Углозуб ожил. Ожил, хотя и пролежал почти 100 лет в ледяной глыбе. Естественно, что за это время углозуб успел основательно проглодаться. В чём секрет такой невероятной живучести углозуба? Эта тайна ждёт своей разгадки. У меня всё. Всё? Тогда идём в театр. А что в театре удивительного? Сам театр удивительный. Это необыкновенный театр. Да, это настоящий театр. Только играют в нём тени. Тени кукол, которыми управляют актёры. Теневой театр люди придумали давно. Этой китайской кукле, она сделана из тонкой раскрашенной кожи, говорят, десять веков. Куклы греческого театра теней. А это королева-ведьм родом из Индонезии. Немного на земле таких театров. И один из них в Москве. Прежде чем управлять плоской куклой, её нужно сначала сделать. И делают её здесь же, в мастерской Московского театра теней. Вспыхнул. Вспыхнули за экраном фонари и начали тени разыгрывать сказочную, но такую правдивую историю о маленьком журавлёнке. О том, как верные друзья выходили его и помогли подняться в небо. Конечно, мои дети Ещё не всё на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы, но было бы желание Придут к тебе, придут к тебе и знания И за это вам ручается Журнал «Хочу всё знать» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова